Привет всем любителям физики, математики и других точных наук! С вами Андрей Щетников и сегодня я хочу поговорить о человеке, которого можно считать первым известным нам по имени ученым, о Фалесе Мелецком. Фалес жил в конце 7-го и первой половине 6-го столетия до н.э. в греческом городе Мелете, он находится на берегу Эгейского моря в Малой Азии. Мы называем Фалеса первым натурфилософом, первым геометром, первым астрономом, а сами греки считали его одним из семи мудрецов. Ну и как прочим мудрецам ему приписываются разные мудрые изречения, например такое, что трудно познать самого себя, что легко учить других, чем я здесь и занимаюсь. Известны также свидетельства о политической мудрости Фалеса, но я собираюсь сегодня говорить о нем исключительно в разрезе истории точных наук, то есть геометрии и астрономии. Давайте поговорим сначала о геометрических открытиях Фалеса. Фалесу приписывают, не знаю как лучше сказать, доказательства или открытия нескольких разрозненных геометрических теорем. Это теорема о том, что при встрече двух прямых вертикальные углы являются равными, теорема о том, что равными являются углы при основании равнобедренного треугольника, и теорема о том, что круг делится диаметром на две равные части. Но вот эти утверждения настолько очевидны, что трудно сказать, в самом ли деле Фалес их выделял и доказывал, или это какие-то куски его других рассуждений, которые потом последующие авторы стали выделять, как отдельные предложения. А вот четвертое утверждение, приписанное Фалесу, совсем не очевидно. Это настоящая теорема. И она утверждает, что всякий угол, вписанный в полукруг, является прямым. И это действительно теорема в том смысле, что дополнительным построением мы ее и из неочевидной делаем очевидной. Надо достроить полный круг, а снизу пристроить такой же угол перевернутый, провести второй диаметр. И мы видим, что это просто прямоугольник, вписанный в окружность, ну а соответственно углы этого прямоугольника, они конечно прямые. А теперь мы поговорим о двух историях, в которых рассказывается об измерительной геометрии Фалеса. И в первой истории повествуется, что Фалес, будучи в Египте, удивил всех своим способом измерения высоты пирамиды. Он подметил такой момент времени, когда тень от палки по длине равна самой палке и сказал, что сейчас и тень от пирамиды равна по длине высоте пирамиды. Но, впрочем, это измерение только выглядит простым, потому что часть тени от пирамиды находится внутри, под основанием пирамиды. И как эту часть тени измерить? Это непросто. Возможно, что Фалес измерял не пирамиду, а обелиск. Тогда такое измерение производится более просто. А во второй истории рассказывается о том, что Фалес изобрел способ измерения расстояния до корабля в открытом море. И для этого нужно отложить на берегу базу некоторый отрезок достаточной длины. И с концов этого отрезка сделать засечки на корабль. И перенести углы, которые получились между базой и лучами, направленными на корабль, на планшет, отложив там свою базу произвольной длины. Ну и у нас получится два подобных треугольника. А дальше, как на планшете расстояние от берега до корабля относится к длине базы, так и в море расстояние от берега до корабля относится к длине базы. Так что мы имеем пропорцию, и зная три элемента этой пропорции, мы найдем четвертый элемент. И тут я должен сказать, что хотя вот эти измерительные задачи Фалеса обычно относят к области практической геометрии, но сам Фалес при решении этих задач действует как самый настоящий теоретик. Потому что он строит модель, вот корабль в море, а вот модель этой ситуации на планшете. И то же самое и с пирамидой. И когда он строит эту модель, он вводит в рассмотрение теоретические объекты, такие как лучи света, или даже пучки параллельных лучей, и лучи зрения, не существующие в эмпирической действительности. Сколько вы на корабль не смотрите, а луча своего зрения вы не увидите. Его надо придумать и изобразить. И Фалес его кладет перед собой на чертеже, и начинает обращаться с реальностью, как с представленной в теоретической модели. Еще я хочу сказать, что с измерения расстояния до корабля в открытом море начинается большая исследовательская программа. Потому что если мы измерили расстояние до недоступного нам корабля, то почему нам не спросить на следующем шаге, а чему равно расстояние до Луны или до Солнца? И греческая астрономия после Фалеса действительно ставит такие задачи и решает задачу измерения расстояния до Луны, и пытается, но правда у нее это не очень получается, измерить расстояние и до Солнца. А о том, что вся эта теоретическая умозрительная геометрия имела у греков одновременно и мощное прикладное значение, свидетельствует такое чудо строительства, как тоннель, построенный примерно в эти же годы, в первой половине шестого века до нашей эры, на острове Самос инженером Евполином из Мегары. То есть он построил тоннель для Кведука длиной более километра. При этом самое удивительное то, что строительство тоннеля велось одновременно с двух концов. И вот такие 500-метровые ходы сошлись с точностью около двух метров. И понятное дело, что без геометрического обоснования, причем тщательного геометрического обоснования, такое строительство произвести было в принципе невозможно. А теперь я перехожу от дел земных к делам небесным. И здесь важнейшим результатом, приписываем Фалесу, является объяснение природы солнечных и лунных затмений. Ну, в самом деле, вот недавно было солнечное затмение, частичное. Что-то Солнце закрыло. А откуда мы знаем, что Солнце было закрыто диском Луны? А объяснение начинается с фиксации следующего факта. Солнечные затмения всегда происходят в новолунии. То есть, когда Луна проходит по небу рядом с Солнцем. Саму Луну мы обычно в новолунии не видим. Но вот если случится так, что Луна пройдет не выше Солнца и не ниже, а ровно через Солнце, то тогда и произойдет солнечное затмение. И точно так же лунные затмения всегда происходят в полнолунии, когда мы видим полный круглый диск Луны. Ну и тем самым представление о затмениях, оно связывается с движением Солнца и Луны по небесной сфере. С тем, что у Солнца имеется путь по небесной сфере, эклиптика. Что Луна движется где-то вблизи эклиптики. И появляется такая цельная теоретическая картинка. А к этой картинке добавляются, ну, две известных нам картинки хода лучей. При солнечном затмении, когда Луна находится между Солнцем и Землей. И при лунном затмении, когда Земля находится между Солнцем и Луной, и Луна попадает в земную тень. И вот эти две картинки, они, конечно же, находятся в рамках все той же теоретической парадигмы, которую мы только что обсуждали в связи с измерительными делами. Здесь появляется ход лучей. И мы говорим, вот мы видим, а себя видящих мы помещаем в теоретическую картину. Вот предмет, вот то, что закрывает лучи от него. А вот где-то здесь находится человек, который наблюдает затмение. Так что теория солнечных и лунных затмений оказывается лежащей в точности в той же плоскости, что и измерительные дела Фаллеса. И в связи с затмениями надо сделать еще один комментарий. Дело в том, что традиция приписывает Фаллесу предсказание солнечного затмения. Ну, мы понимаем, что для того, чтобы предсказывать солнечные затмения, надо иметь большой объем наблюдений и развитую теорию движения Солнца и Луны по небесной сфере. У Фаллеса всего этого, конечно, не было. И я полагаю, что Фаллес объяснил случившееся солнечное затмение, а потом уже впечатленные этим люди превратили объяснение в предсказание. А еще здесь надо сказать несколько слов о продолжении этой лучевой оптической теории. Ну, и первое такое продолжение, оно находится в учении о перспективе. Имеется свидетельство Витруя, которое сообщает, что впервые в Афинах Агафарх, когда Эсхил ставил трагедию, устроил перспективную декорацию и оставил об этом исследование. По его почину Анаксагор и Демокрит написали работы, посвященные этому же вопросу. Каким образом надлежит из центра, помещенного в определенном месте, провести линии сообразно как взору глаз, так и распространению лучей, соответственно естественной пропорции, чтобы они существующие вещи, существующие изображения зданий, давали в сценических декорациях впечатление, и чтобы из предметов, изображенных в одной и той же плоскости, одни казались находящимися позади, а другие выступающими вперед. И древнегреческих изображений перспективных не сохранилось, но зато имеются римские фрески настенные, по которым мы можем судить о том, как такого рода перспектива строилась, как она выглядела, и я думаю, что разговору о такой перспективе, о таких перспективных изображениях стоит посвятить отдельную беседу. А еще весь этот материал обозревается в сочинении Евклида, который называется «Оптика», это уже 300 лет после жизни Фолеса, примерно 300-й год до нашей эры. И здесь все время обсуждается связь между тем, что мы видим, то есть между явлениями оптическими, феноменом, и тем, что происходит на самом деле, если посмотреть на эти явления теоретически. Ну, какой-нибудь простой пример. Вот два предмета движутся с одной и той же скоростью, но один находится ближе ко мне, а другой дальше. И поэтому тот, который ближе, мне кажется, что он обгоняет того, кто дальше от меня. Но в действительности скорость того и другого предмета одна и та же. Ну и много других такого же рода примеров. И, наверное, здесь мне стоит поставить точку. Ваши вопросы, соображения, комментарии пишите под этим роликом на YouTube. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова